Приветствую всех! Лев из Абхазии снова на связи. День сегодня очень-очень теплый, можем сказать жаркий, ну хотя и облачность. На градуснике 27 градусов, тепла, море не менее 21 градуса. Такая вот у нас тут атмосфера царит, птиц пока слышно, цикады еще не активизировались, это будет наверное уже в июле, там мы птиц перестанем слышать, будем слышать только цикад, и вообще только цикад. Посмотрим, а потом покажу и специально для сравнения покажу как вот сейчас вот, или сами сможете сравнить, и как будет летом, разгар уже, когда жарко станет. Ну а сейчас мне погодка очень даже нравится, дом культуры, фонтан, центр поселка, все как обычно, начало маршрута здесь. Дальше выйдем на пляж. Кафе Амра, остановка здесь автобуса. Лягушки пока не стихли, ну потому что вот этот канал еще наполнен водой. Летом он должен по идее пересохнуть. Тут же цветочки растут, сами по себе уже фактически. Для разнообразия пройдем прямо сквозь парк поселка, то есть по центру, по тропинке, которая выходит в школе, и проходит через территорию школы. Коровки тут пасутся. Тут хорошо, травки сейчас много еще, водиться есть, попить. Вообще тут замечательно. Это аллея грецких орехов, вот они. В осенью детишки идут в школу, тут лежат грецкие орехи, тут же камешками раскололи, покушали. Несколько деревьев. Там вот здесь, тут, это тоже грецкий. Послушаем звуки этого места. Тоже хотелось такую тему затронуть. Я отдельное видео не буду делать, я буду как вот в своем формате снимаю сейчас на каждый день видео, но какие-то мысли буду добавлять. Значит, самый такой способ пожить на море, ну скажем так, доступный, это найти здесь работу в начале сезона. То есть вот для примера. Гостевой дом, домики у моря, вот им требовалось горничная, зарплата 35 тысяч в месяц, 8 домиков у них, уборка, по-моему, даже не каждый день, и проживание давалось, причем давалось даже не одному человеку, а даже если семейная пара, например, приезжает, и согласна здесь жить вот 4 месяца, ну весь сезон, то вот им персональный домик проживания. Вот, ну что может быть как бы экономичнее? То есть вы доехали, ну договорились, нашли такую работу, приехали, остались здесь на весь сезон. Даже, ну, может быть, и эти же деньги тут на проживание уйдут, но, по крайней мере, вы, по сути, могли жить на море вот в течение сезона, но как бы ничего не вкладывать. Ну вот, это, наверное, самый доступный способ. И такие предложения, на самом деле, они не редки, потому что требуются горничные, требуются и официанты. Все это можно найти, но нужно только вот приехать где-нибудь в мае в конце или в начале июня, самое крайнее, ну лучше в мае. Это вот, ну, условно-бесплатный отдых в Абхазии, так скажем, ну как отдых такой специфичный. То есть вы работаете и отдыхаете. Ну, на самом деле, 4 месяца здесь находиться и ничего не делать, ну, это тоже как бы, это надо суметь еще. Я вот так тоже не могу, у меня все равно вопросов много всяких, там, и в саду, и по ремонту, и так далее, вопросы всякие. То есть, ну и каждый день мы тут гуляем, конечно, на море ходим. Но если бы только мы гуляли на море ходили, такого отдыха хватило бы, ну, максимум две недели. Больше даже уже, как бы, не требуется. Ну, полноценно живем, то есть, какие-то свои там заботы, бытовые и так далее. Так, попутно, значит, высказываю свои соображения, и вот показываю вам парк. Так, ну и там тихонечко двигаются тоже. Это вот катальпа. Ее легко очень отличить. Дерево так называется, катальпа. У нее такие вот висюльки, стручки с семенами. Вот они, круглый год такие висят. Отличительная черта. Это вот гималайский кедр. Небольшая хвоя, не очень длинная. А сами деревья, ну вот, кстати, вот здесь плющ на него забирается. По идее, вот это дерево бы надо бы спасать. То есть, ну, сюда надо прийти с бензопилой и вот этот вот плющ спилить. Подрезать его. Причем срезают не только вот так вот пропилили и все. Прям вот надо кусок. Так он точно. Вот как здесь. Здесь вот уже спилили. Видите? Вон что творится. Это дерево требует внимания. А вот там впереди тюльпан на дерево есть. Как-нибудь туда тоже загляну. Ну тут что еще? Значит, это что-то из кипарисов. Здесь магнолия. И там по Вовне войлочное есть. Еще тоже здесь, по-моему, одно такое дерево все. Так, ну а мы пойдем на территорию школы. Итак, мы на территории школы. Это стадион. Ну сейчас лето, занятий уже, конечно, нет школьников. Что тут примечательного есть? Вот там вот впереди памятник времен Великой Отечественной войны летчику. Так, что тут еще? Тоже еще вот больное поле. Не косили его уже. Вот оно такое. Вокруг колоновидные кипарисы. Вот эти вот зеленые морковки. Вон у что сколько. Впереди два здания школы. На самом деле, вообще-то изначально это было одно здание, это все. Но в начале 90-х, когда война была в Абхазии, ну тут то ли пожар произошел, то ли что. Ну, короче говоря, в результате этого разобрали часть здания. Вот получилось два таких вот, где-то стоящий корпус. А здесь вот как раз памятник Отечественной войне Абхазии, просвещенный 92-93 годы. Небольшой как мемориал. Там участники, фамилии участников. Так, цветущие растения. Давайте посмотрим поближе. Норматная. Юг тоже цветет. Пальма-юбка. Вот они тут на улице такие вот вымахивают. Цветет он вот так. Кораву очень любят эти штуки съедать. Могут с корнем уж юбку вырвать. Так, ну мы идем дальше. Вообще, на территории школы в летнее время лагерь семейный действует. Вот у них тут творческое вроде как такое пространство. Там стены расписаны. Там же столовая. Ну, что-то я пока не вижу активности. Ну, посмотрим, может быть, в июле, в августе что-то будет. Так, как будто бы никого. Прямо в классах размещаются кровати. Как делают из них, как комнаты такие живые. Тут есть на стене даже наш вклад. Мирослав, вот здесь мне кажется, да? Что-то ты рисовал. Какой рисунок? Ага, вот этот. По-моему, в прошлом году, да? Нет. Это в три годика ты рисовал такую штуку. Двигаемся к территории школы дальше. Вот эта вот конструкция. Как ее и не восстановили. В общем, есть на моем канале видео. Я вот точно не скажу. Может быть, за 2019 год, в честь 9 мая, здесь очень большое такое мероприятие было. Школьное. Тоже бессмертный пол был в поселке. Ну, что хочу сказать. Вот учащиеся здесь, школьники, не каждую перемену. По сути, круглый год высыпают сюда вот во двор, бегают, прыгают. Ну, то есть, это идеальная среда для ребенка. То есть, он позанимался в классе, посидел, потом надо ему подвигаться обязательно. И вот они это делают на улице. То есть, тут достаточно тепло все-таки. Даже зимой бывает. Выбежали тут, побегали, попрыгали и дальше учиться. Вижу, тут один эвкалипт. Так и не восстановился. Здесь их обрезку делали. Вот этот обрезан, но он, допустим, как бы крона у него новая образовалась. Это вот тоже более-менее. Вышли с территории школы. Здесь продуктовый магазин и кафе столовая Афродита. Обзоры отдела. У нас сейчас работает уже. Там люди сидят. Ну, заходить сегодня не планировал я, поэтому просто говорю, что у нас тут есть. Покажу сегодня, что тут у озера строится. И выйдем по другой немножко тропе пляжа. Здесь еще одна пешеходная тропа, вот по которой люди и ходят. Люди тут есть, хотя не так часто в кадр попадают. Ну и всего того, что я стараюсь не снимать. Кто-то задает вопросы в комментариях, где люди. Да тут полно уже людей, полно. Просто смысл вот так прогуляться. Идут обычно на пляж или с пляжа. То есть, где людей можно найти, так это на береговой линии чаще всего. Ну, либо на экскурсии есть, либо в номерах отдыхают. Вот здесь что-то строится. То есть, видите, привезли грунт. Вот я вижу фундамент мощно. И, соответственно, ну и кафе будет. Что тут еще может появиться. Более и все уместно кафе. И вот это вот даем. Любил я сюда приходить. Очень живописный такой. Сейчас пока стройка сюда не хожу. Вот, по сути, в сезоне ты в этом первый раз и пришел. С той стороны я подходил, снимал, где эвкалипты над водой не висают. Ну, кто смотрел, прошу, видел мои. Вспомните. Вид на горы. Гладкая-гладкая вода. Иногда сюда прилетают, ну, насколько я понял, цапли. Такие крупные птицы. Сейчас, пока не видел в этом сезоне еще. Ну, а тут дальше Пицунские сосны вдоль всего побережья. Прямо сейчас сквозь Ники я пройду. Тарзанки тут. Качаться можно. Тоже еще одно кафе там. А то и два варечки с фруктами, с овощами, с пляжными принадлежностями, с фастфудом. В общем, здесь на любой вкус все есть. Даже в ассортименте. И вот здесь еще вот там за забором это Forest Club. Это тоже гостевой дом. Домики там. Как-то снимал даже внутри их. Вот так вот тут все выглядит. Засыченные сосны. Так, ну вот добавил здесь еще одно как вроде небольшого такого кафе. С видом на море вот вижу. Прямо на берегу. Что-то будет продавать. Ну, какой-нибудь фастфуд, наверное, будет. Посмотрим. Здесь вот еще небольшой бар. Пока еще все закрыто. Мунгалы тут есть. Их дают. То есть можно виндовать. И шестлонги вот тоже здесь на прокат. Вот мы с вами вышли на пляж. Увидел тут сапборды на прокат. Но пацану выяснить не удалось пока. Но зато выяснил, что на гидроциклах кто-то здесь катает полторы тысячи берут. За сколько тоже я таких не понял. Ну, в общем, из того, что тут есть я перечисляю. А пацану последствия либо дам информацию либо уж сами узнаете. Главное, что оно тут есть. Вот еще кто-то шалашик построил. Море спокойное. Температура воды. Приветствую. Можете привет передать. Интервью дадите? По позе. По позе. Ну, ладно. Ну, поймайте меня где-нибудь тогда. Хорошего отдыха. Так. Ну, вот уже узнают меня. Попробуем сегодня с этой стороны пляжа. Мы все на пляж Кудров приходили. Сейчас вот на общем разнообразие. Вид на горы, пирсы, там Гагра. Дальше. Так. Дальше по комментариям, значит. Про ротовирус постоянно спрашивают. Вот. Специально для себя, так сказать, посмотрел симптомы и так далее. Слушайте, ну, за 7 лет я ничего такого не припомню, чтобы у нас что-то подобное было. Ну, может быть, только у детей. Ну, и то я как-то так смутно. Ну, у меня точно ничего такого не было. У меня... Ну, то есть, видите, у всех свои особенности, как бы. Я достаточно, как бы, сквознякам негативно отношусь, точнее, мой организм. Вот. И вот вчера, например, на берегу бы были вроде, не так уж и долго, я и не купался особо там за дровиной сплава, все продуло ухо. Вот. Ну, маялся вот вчера весь вечер в ночь. Сейчас вот пришли, уже все как бы все более-менее прошло. Ну, там. Такое-такое лечение провели. Так что насчет ротовируса. Ну, смотрите, вот мы ездим, то есть, все, купаемся, да. Да, ну, вопросы гигиены, естественно. Мы пришли домой, ну, ополоснитесь, руки помойте. Значит, в кафешках мы особо здесь не питаемся, но в силу того, что мы сами готовим. Вот. Ну, сами приготовили, ну, уже своя еда такая вот. Что там, какие вопросы будут. Контроль продуктов, качество там, свежести и так далее. Все это имеет место. Вот. Фуд-фуд-фуд, как говорится. Ну, вот что касается простуд и так далее, ну, это больше касается все-таки весенне-осеннего периода. Мы здесь бывало, что жили в это время. Да, там ветра, холодный ветер, да, может продуть, поэтому шапочка, шарфик, все закрывает и все нормально. Поэтому, ну, надо как-то это, свой организм лучше знать и быть аккуратнее. Самую жару там вот такую, в разгар дня не загорать, может быть. вот стараться там с утра или ближе к вечеру приходить. Ну, какие-то такие обычные вещи. Мне душ сегодня что-то много. полно. Полно. Такой вот день, и такие вот мысли-слух, так сказать. Обо всем понемногу по комментариям ваших следуем. Так что оставляйте комментарии, задавайте вопросы. В личку лучше не писать. Почему? Потому что, ну, скажем так, вот если оставили вопросы под видео, это все способствует продвижению его. Я более охотно отвечаю. На это я время, ну, так или иначе, все равно нахожу. В личку, если там пришло 100 сообщений за день, ну, сами понимаете, я как бы, это хобби, я на этом, ну, как бы, нет у меня дохода от этого. А если там по 100 сообщений, там, ну, проверять и так далее, ну, как бы, это уже как работа получается. Не совсем то, что мне интересно было бы. Поэтому вот как есть, так и говорю, пишите вопросы под видео, это более уместно. И это даже помощь каналу. Что-то мало купающихся сегодня. Вода, я бы сказал, приятная сегодня. Как прохладно, но теплее, что ли, сейчас, вчера был. Ветерок сегодня. Не смог я долго на пляже находиться. Поэтому мы идем искать еще какие-нибудь себе развлечения. Здесь же обнаружу дополнительное упоминание о сайте цитрусовый.ру. Там вся справочная информация о поселке в любой путь стути. Обратно идем по аллее Игумного. И здесь вот я еще вчера заприметил небольшое объявление. Я не звонил, понятия не имею, что там. Позвоните, узнайте. Вот сдается жилье. Так выглядит мушмула на ветке. По вкусу напоминает одновременно абрикосы и яблоко. Вот такой размер. На стадион прийти вечером милое дело. Простор. Еще по вчерашнему видео по вчерашней поездке на рынок Пицунду тогда вот забыл упомянуть. Значит оббегал весь рынок клубнику искал. Ну вот если мы брали в Гагре в мае даже за 200 было килограмм клубники то сейчас средняя цена 300 рублей за килограмм. Ну в одном месте я нашел за 270. Ну уже вот чувствуется что несколько дороже стало. Я вообще-то практически этот телевизор не включаю. Может раз в месяц включу какой-нибудь новостной российский канал. И вот я это сделал буквально на днях и сразу на глаза мне попался репортаж. Ну вот прям как для меня я не знаю. И там как раз вот про Абхазию был репортаж. Ну как бы косвенно. То есть там про поддельные сайты вот эта вот вся история то что вот создаются мошенники сайты и под видом значит какого-нибудь пансионата или еще чего дома отдыха собирают средства с тех кто хочет там отдохнуть. А потом оказывается либо там вообще это они никакого отношения не имеют либо еще что-то. Ну вот и вот люди-то перед сезоном тут репортажи такие смотрят потом боятся бронировать. А например владельцы гостевых домов они не бронируют если предуплата нет потому что они боятся что человек просто не приедет и у них будут пустовать номера. А для них это очень критично потому что ну зарабатывают только в сезон все остальное время года это пустует а это же содержать все надо и так далее это непростой вообще-то говоря бизнес-то. Там надо довольно большой номерной фонд иметь чтобы это в хорошем плюсе быть. а если там несколько номеров то это ну так скажем на жизнь себе люди такие образы зарабатывают. И вот две стороны встречаются одни просят предуплату а другие боятся ее отправлять. Ну вот я не знаю как с этой ситуацией. Вообще по сути по сути на мой взгляд вот приехали вы первый раз в Абхазию ну на месте поищите просто если допустим не подходит вам вариант с бронированием или ищите варианты какие-то ну чтобы с отзывами уже было где у вас там люди отдыхали. Те варианты которые я показывал то есть это вот все наши соседи здесь то есть это люди вот которых я уже несколько лет знаю и как бы вот они тут рядом в соседнем доме живут грубо говоря поэтому я-то как бы их с абсолютной уверенностью предлагаю вот но тем не менее людям тоже не совсем комфортно деньги наперед какую-то даже небольшую предоплату вносить. Ну тут уже надо смотреть кому что то есть кто-то может на месте верит прям вот тут же арендовал все не понравилось там через несколько дней другое место поехал ну тоже там те кто держит номера вот эти с ними разговариваешь они говорят там на день на два очень многие не любят заселять потому что потом уборка полная уборку как правило тоже горничная надо оплачивать ну короче там целая история своя экономика вот этого гостиничного маленького гостиничного бизнеса поэтому тут свои нюансы конечно лучше когда на неделю там на 10 дней заселились люди это более себя оправдывает ну короче свои нюансы вот показываю вам пейзаж тут в стадионе там вдали горы виднеются вот одно добавлю что ну как в Абхазию ездили отдыхать так и ездят люди то есть место замечательное природа восхитительная ну а кто первый раз приехал какой-то вот этот момент неуверенности сняли так сказать познакомились тут контактов набрали а потом уж можете уже как говорится в те же самые места и ездить просто тут ноги так по 5-10 лет к одним и тем же ну как бы хозяин гостевых домов ездят и все уже налажено так сказать отношения дружат семьями там ну вплоть до того что и все и как бы нормально вот там ну соответственно и ценовая политика там как правило когда из года в год люди ездят тоже как бы она более приятная так сказать не без этого то есть всегда есть какие-то моменты скидки там и так далее постоянным клиентам ну что ж я на этом с вами прощаюсь спасибо за внимание если видео было полезным пришлось по душе ставьте палец вверх оставляйте комментарии делитесь подписывайтесь все это помогает в развитии канала ну а с вами был Лев из Абхазии всего вам доброго пока